Привет, привет всем любителям математики! Удачи вам! Привет всем фанатам Китнис Эвердин! Итак, друзья мои, задача на великих голодных геометрических играх. Дан треугольник такой, что сторона БЦ 12, сторона АЦ 8, а угол А в два раза больше угла Б. Найти сторону АБ. Кто из какого дистрикта может решить? Думаем. Ну, давайте рассуждать. А что если провести биссектрису? Тогда у нас вот этот уголок, он же равен половине всего угла А. Значит, вот этот и этот будут такие же. Видите, друзья мои? Вот три одинаковых угла. И что интересно, вот этот угол, который я ставлю точечку, этот угол, дорогие друзья, внешний, вот здесь поставим точку Д, для треугольника АДБ. Видите его? Вот этот угол внешний, а внешний угол равен сумме двух других, несмежных с ним. А это угол А получается. Я даже поставлю, сделаю так, этот Альфа, этот Альфа, этот Альфа, а это два Альфа. И угол А два Альфа. И что у нас выходит, друзья мои? Ой, какой дождь пошел. Да. Организаторы соревнований устроили нам дождь. Все? Прекрасная погода, не так ли? Друзья мои, не беспокойтесь, я не в Лондоне, где всегда дождь, или в Питере. Мы в нашем славном Челябинске, столице Южного Урала. Хотя с этим спорит Оренбург. Ну что ж, смотрите, рассмотрим два треугольничка. Маленький треугольник А, Д, С. И он подобен всему большому треугольнику. Треугольнику А, Б, С. По двум углам. Какие углы равны? Вот этот угол равен всему углу А. И вот этот маленький угол Альфа равен углу Б Альфа. Поняли? По двум углам эти треугольнички равны. Ну и этот угол у них общий. Можно было даже и не находить этот угол, кстати. Можно было сразу сказать, что эти треугольники подобны. Понимаете? Без вот этого даже два Альфа. Этот равен углу Б, а этот общий в маленьком и в большом. Все, эти треугольники подобны. Без вот этого рассуждения даже. А в подобных треугольниках соответствующие стороны, сходственные стороны, пропорциональные сходственные, это стороны, которые лежат напротив равных углов. Смотрите. Беру маленький треугольник. Беру сторону Д, С. Д, С лежит в маленьком напротив угла Альфа. А напротив такого же угла в большом лежит сторона С. Равно. Беру следующую сторону. Беру сторону А, Д. А, Д лежит напротив угла С. В большом напротив этого угла лежит сторона А, Б. И еще у нас есть, мы не брали третью сторону в маленьком. В маленьком мы не брали сторону А, С. Сторона А, С в маленьком лежит напротив А, А. А в большом... Так, стоп. Сейчас я не то сказал. В маленьком треугольнике сторона А, С лежит напротив вот этого угла D. Поняли? А все-таки это нам надо знать, что этот угол такой же, как угол А. Итак, А, С лежит напротив вот этого угла D. А в большом треугольнике напротив такого же лежит сторона В, С. Вот мы имеем первое взаимоотношение. Что у нас получается? Мы можем взять... Сторона В, С неизвестна, но есть А, С, 8. А вот в этой дроби А, С и В, С известны. Значит, можно взять вот эти два взаимоотношения. Итак, вместо Д, С подставим... Ну, ничего не подставим, а напишем просто Д, С. Вместо А, С, 8. Вместо А, С еще 8. И вместо В, С, 12. И мы можем найти вот этот отрезочек С, Д. Давайте его найдем. С, Д равен... 8, Е, 8, 64. 64 на 12. Ну, давайте сократим на 4. 64 на 4, 16, а здесь 3. 16 третьих. Отрезок С, Д, 16 третьих. Значит, мы можем найти и отрезок Б, Д. Из 12 надо вычесть 16 третьих. Давайте устно вычнем. Из 12 вычем 16 третьих. Можно 12 на 3 умножить, будет 36, 36, вычесть 16, 20 третьих. Отрезок Б, Д, 23, а отрезок С, Д, 16 третьих. А нам надо добраться до стороны А, Б. А мы с вами уже во многих роликах об этом говорили, что если в треугольнике есть бисектриса, то она делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам треугольника. И мы можем, это как раз тот случай, записать пропорцию. Б, Д, разделить на прилежащую ей сторону на А, Б, которую нам как раз надо найти, равняется С, Д, и делим на ее прилежащую сторону на А, С. В этой пропорции 3 величины известно, неизвестно только А, Б. Значит, мы ее можем найти. Так, если я вот здесь продолжу решение, удобно будет? А вы, друзья, в тетрадочке так и пишите подряд. Итак, вместо всего подставляем известные величины. Б, Д, двадцать третьих, двадцать третьих на А, Б, равно, С, Д у нас шестнадцать третьих на восемь. Так? Перемножим крест накрест и найдем А, Б. Все-таки, наверное, маловато мне. Пойду на большую доску, друзья. Ладно? Хорошо? Перемножаю крест накрест. Итак, шестнадцать третьих А, Б равняется двадцать на восемь и на три. Двадцать на восемь не умножаю, потому что, понимаете, что придется делить на шестнадцать. Итак, поэтому нет смысла умножать А, Б равно двадцать на восемь на три разделить на известный множитель на шестнадцать третьих, чтобы разделить дробь на дробь, первую дробь оставить без изменения, вторую перевернуть и умножать. Троечки сократились, шестнадцать и восемь тоже сократится. Хотя вот именно здесь-то может быть и легче умножить. Двадцать на восемь, сто шестьдесят, сто шестьдесят и шестнадцать сокращаем, будет десять. Вот. Итак, сторона А, Б, ответ десять. Вот такое решение наше. Хорошая двадцать четвертая задача. Как бы с ней справилась Китнис Эвердин? Победительница. Всем большой математический привет. Пока.